Привет! Сегодня мы заканчиваем изучать союзы, и это упражнение мы посвятим различным интересным случаям их употребления, а также распространенным ошибкам, связанным с союзами. Начнем с союза as. Он используется для ввода вспомогательного предложения, а также перед выражениями, начинающимися с предлогов. Он гордый, как орел. He is proud as a niggle. Никто не знает этот город так, как я. Nobody knows this town as I do. Союз as часто путают с предлогом like, и несмотря на то, что like не является союзом, в разговорной речи он часто используется в значении союза, вместо as. Такое употребление особенно характерно для американского английского. В формальных ситуациях такое употребление считается неверным. Никто не знает этот город так, как я. Nobody knows this town like I do. As и though. As может использоваться в значении though. Обратите внимание на то, как меняется порядок слов в предложении при таком использовании as. Хоть он и устал, он продолжал бежать. Though he got tired, he kept running. Tired as he got, he kept running. Выражения as if и as though без проблем могут заменять друг друга. Она пела так, как будто это ее последний раз. She said as if it was her last time. Или she said as though it was her last time. Теперь о союзах so as и such as. Их разница в следующем. So as отображает цель. Мы встали рано, чтобы успеть на первый автобус. We got up early so as to catch the first bus. Such as отображает результат. Его поведение было таким, что рассмешило всех. His behavior was such as to make everyone laugh. Обратите внимание, как описан результат. На русском языке используется прошлое время. Рассмешило всех. А на английском глагол с частицей to. Это устойчивая форма такого предложения, поэтому просто запомните ее. Кое-что о союзе then. Он является подчинительным. Его чаще всего используют для сравнения кого-то или чего-то. Он выше нее. He is taller than her. Но также вы можете встретить вариант he is taller than she. Где местоимение нее на английском выражено в именительном падеже she. Это не частый, но возможный вариант в речи. Unless имеет то же значение, что и if not. Если не. И поэтому после него также не нужно добавлять отрицание. Просто запомните это как правило. Я буду кричать, если ты не согласишься. I will shout unless you agree. Нельзя говорить I will shout unless you don't agree. Last имеет то же значение, что и that not. Как бы не. Чтобы не. И поэтому, как и в случае с unless, употреблять после него отрицание неправильно. В современном английском языке last употребляется довольно редко. Тем не менее, мы нашли пример у Чендлера из друзей. Расстегни пуговицы, чтобы пчела не укусила тебя. Undo your buttons, lest the bee should sting you. Обратите внимание, что эта устойчивая конструкция состоит из союза last и модального глагола should. Но поскольку сейчас вы увидите разговорную речь, Чендлер решил обойтись без модального глагола. И напоследок о парных соотносительных союзах. Either or, neither nor, both and, not only, but also. При их использовании очень важно ставить их непосредственно перед словами, к которым они относятся. Например, мне придется либо жениться на тебе, либо разбить твое сердце. Нельзя сказать either I will have to marry you or break your heart. Вам будут даны предложения на русском, и вы сможете перевести их на английский и собрать из данных фраз. Кроме того, вам предстоит сделать правильный выбор союзов. А поскольку это последнее упражнение по этой теме, вам будут попадаться уже пройденные союзы. Если что-то вызовет затруднение, вернитесь к соответствующей теме еще раз.